Вы чуть не упали на пол, проснувшись на скамейке в аэропорту. Удивительно, но вас разбудила тишина. Обычно в аэропортах кипит жизнь. Пассажиры спешат на свой рейс, каждую минуту делаются объявления, а самолеты постоянно взлетают и садятся. А сейчас вообще нет никакого движения. Магазины беспошлиной торговли открыты, но внутри никого нет. Ни покупателей, ни продавцов. Вы чувствуете, как волосы встают дыбом и по спине бегут мурашки. У вас был час до вылета, и вы решили вздремнуть перед долгим полетом домой. Через полчаса вы проснулись и увидели это. Вы встаете на ноги и идете по терминалу. Через несколько минут уже невозможно отрицать очевидное здание, а пустело. Вы непроизвольно прибавляете шаг, и в вашей голове проносятся тревожные мысли. Может, была эвакуация? Возможно, какое-то стихийное бедствие? Что-нибудь типа цунами или землетрясение? Но почему меня никто не разбудил? Да, вопросов больше, чем ответов. Вы ищете взглядом ближайший выход. Ага, вот он. Удивительно, но на паспортном контроле никого нет. И на таможенном пункте тоже пусто. А самое странное, что совсем не похоже, будто люди покинули это место в спешке. Все в полном порядке и выглядит так, будто из-за угла вот-вот появится офицер службы безопасности аэропорта. Вы попадаете в предсказуемо пустой зал прилета. Здесь нет встречающих с табличками, на которых написаны имена. Ни один таксист не предлагает свои услуги. Вы выходите на улицу и замечаете несколько припаркованных такси. К сожалению, они заперты и вокруг никого нет. Вы видите вдалеке автобус. Наконец-то! Вы почти бежите к нему, насколько позволяет ваш большой и тяжелый чемодан. Двери автобуса открыты, но это единственная хорошая новость. Водителя нет и других пассажиров тоже. Вы идете, чтобы проверить прокат автомобилей. Как и ожидалось, в офисе пусто. У вас нет другого выбора, кроме как выбрать машину и просто взять ключ. И кто осудит вас за то, что вы взяли кабриолет Порше, о котором всегда мечтали. Прежде чем завести машину, вы пытаетесь позвонить друзьям. Нет сигнала. Приложения для обмена сообщениями не работают. Нет подключения к интернету. Вы включаете в машине радио, но слышны лишь помехи и треск. Как бы пугающе не выглядела ситуация, вы оптимист. И пытаетесь взглянуть на все это, как на бесчисленные возможности, которых у вас раньше не было. Например, как насчет того, чтобы остановиться в лучшем отеле города. Да, там нет портье, чтобы открыть вам дверь или помочь с багажом. Но с другой стороны, не нужно регистрироваться и выкладывать целое состояние за одну ночевку. Вы нажимаете на кнопку лифта, она не загорается. Единственное, что вы слышите, это тишина. Уф. Вы хватаете свой невероятно тяжелый чемодан и начинаете подниматься по лестнице. Вы уверены, что лучшие номера находятся на самом верху. Вы вовремя не думаете о том, что в здании вообще-то 35 этажей. А вы не настолько спортивны, чтобы добраться туда быстро, да еще и с чемоданом. После титанических усилий вы, наконец, оказываетесь на верхнем этаже. Фух. И тут вы понимаете, что комнаты наверняка заперты, а ключей у вас нет. Вы наугад толкаете первую дверь слева, и она распахивается. Это может означать только одно – нет электричества. Получается, вы не сможете принять душ, о котором мечтали с 14 этажа. В этот момент ваш желудок решает пожаловаться и издает громкое урчание. Вы выбираете лучшую комнату на этаже с большими панорамными окнами. Затем вы бросаете чемодан у кровати и выходите, чтобы перекусить. Вы садитесь в машину и едете в самый большой торговый центр в районе. Весь этот процесс оказывается неожиданно захватывающим. Если вам что-то нравится, вы просто это берете. В магазинах и супермаркетах совершенно пусто. Вы проходите мимо ресторанов, внутри нет никого, кто мог бы что-нибудь для вас приготовить. А из вас повар так себе. Вы способны сжечь любое блюдо. Вы берете свою любимую еду в супермаркете, а затем ходите по торговому центру, собирая вещи, о которых мечтали целую вечность. Одежда из последних коллекций, часы, которые вы хотели еще с прошлого года. Возле магазина электроники вы призадумываетесь, зачем нужны новые гаджеты, если нет ни электричества, ни интернета. Вы выходите из торгового центра и направляетесь к машине. И вдруг что-то заставляет вас застыть на месте. Зебра. Она медленно бродит по стоянке, приближаясь к вашему авто. Вы достаете телефон, чтобы погуглить, как убежать от дикой зебры. Но интернет не работает. Вы осторожно отгоняете животное. Оно некоторое время смотрит на вас, а потом поворачивается и уходит. Вам показалось? Или зебра в недоумении пожала плечами? Вы садитесь в машину и едете обратно в отель, где сталкиваетесь с еще одной проблемой. У вас слишком много вещей. Просто невозможно перетащить все это на верхний этаж. Большую часть продуктов вы заносите на кухню отеля. Там есть холодный подвал, где еда какое-то время будет спокойно храниться. После хорошего ужина мозг начинает работать эффективнее, и вы вспоминаете, что отель, в котором вы находитесь, славится спа-услугами. В нем есть несколько природных источников, так что проблема с душем решена. Проходит несколько неделей, мало что меняется. Люди так и не вернулись в город. По-прежнему нет радиосигналы и электричества. Телевизор не работает. Вы научились жить без смартфона и интернета. И вы в отличной физической форме. Вот чего можно добиться, живя на 35 этаже без лифта. А еще вы можете посещать бассейны по всему городу. И кроме того, без электричества ваш режим стал идеальным. Вы ложитесь спать, когда темнеет, и просыпаетесь на рассвете. Ваши волосы заметно отросли. Вы все еще ждете возвращения людей. Вам нечем заняться, кроме чтения книг. Вы находите библиотеку и начинаете изучать несколько новых языков. Но когда вас ничто не отвлекает, в вашей голове появляется слишком много мыслей. Вам скучно и одиноко. Однажды вы понимаете, что ждать больше нечего. Пришло время отправиться в другой город. И это весьма непросто. Вы начинаете свое путешествие на машине. Когда у вас заканчивается бензин, вы находите велосипед. Затем снова машину. Какие-то отрезки пути приходится проходить пешком. Все выглядит так, будто люди только что покинули насиженные места. Но животные, которых вы встречаете во время путешествия, ведут себя странно. Они слишком дружелюбны и нисколько вас не боятся. Как будто они никогда раньше не видели людей. После недели путешествия вы ударяете по тормозам очередной машины и останавливаетесь перед огромным забором. Он сделан из странного блестящего материала. Вы поворачиваете направо, но забор не заканчивается. То же самое происходит, когда вы исследуете левую сторону. Вы думаете о том, как быть дальше. Копать не вариант, ведь забор может уходить глубоко под землю. Пробовать его пробить – тоже идея так себе. Непонятно, что это за материал, но выглядит он очень прочным. Единственный вариант – лезть через забор. Вы возвращаетесь в ближайший город и находите футбольные бутсы с шипами, пару перчаток и веревку. Всего час невероятных усилий, и вы сидите на верхушке забора. Теперь вам нужно как-то спуститься, найти другую машину, добраться до ближайшего города и выяснить, есть ли там люди. Наконец, вы оказываетесь на земле. Вы оборачиваетесь и видите какого-то мужчину. Он выглядит испуганным и медленно от вас пятится. Вас переполняют эмоции, и вы не можете сдержать поток вопросов. Человек молча вас выслушивает и, кажется, перестает бояться. Наконец, он начинает говорить. Люди покинули этот район десятилетия назад, кажется, в 2021 или около того. Это произошло после несчастного случая в лаборатории, которая занималась исследованием пространства-времени. Вокруг огромной территории возник барьер. Он не пропускал ни людей, ни какие-либо сигналы. Никто не знал, что происходит на той стороне. Со временем барьер стал ослабевать, некоторым людям удалось прорваться, но все, кто туда ушел, так и не вернулись. Мы построили этот забор, чтобы люди не рисковали своими жизнями. Вы первый человек, который прибыл с той стороны.